Юбилейный 75-й филармонический сезон открыл Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский», который исполнил поэму «Калина Красная». Таким образом, музыканты отдали дань памяти дирижёру и талантливому композитору Евгению Фёдоровичу Светланову, написавшему это произведение. 6 сентября ему исполнилось бы 90 лет. Зрители познакомились с новым главным дирижёром и художественным руководителем оркестра Ильёй Дербиловым. С ульяновским оркестром дирижёр выступал в прошлом сезоне в качестве приглашённого. Накануне нового сезона филармония заключила контракт с маэстро. Я могу сказать, что оркестр сейчас находится в хорошей форме творческой, и у нас есть все основания для того, чтобы заявлять о том, что, наверное, в какие-то достаточно обозримые сроки мы выйдем в число, наверное, таких лидирующих региональных коллективов. Я очень надеюсь, потому что в Ленинском мемориале делается всё для того, чтобы артисты были нацелены на работу и на творческую деятельность. С началом юбилейного сезона оркестр и филармонию поздравил губернатор Сергей Морозов. За полвека существования ульяновского симфонического оркестра в нашем регионе выросло не одно поколение слушателей, которые, в полковарии, не мыслят своей жизни без постоянного встречи с вами. А это значит не мыслить своей жизни в отрыве от музыки, а от всепобеждающего высокого искусства. В концерте принимала участие заслуженная артистка России, известная пианистка Екатерина Мечетина. Вместе с оркестром она исполнила два произведения Сергея Рахманинова. Первый прозвучала рапсодия на тему Паганини, а затем в симфонические танцы – последнее сочинение великого русского композитора, которое подытоживает весь его творческий путь. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.